Приветствую, дорогие зрители, на моём видеоканале Людмила Цыганкова. Разговариваем о жизни, об эзотерике, то есть о том невидимом мире, который существует возле нас. Но мы, к сожалению, не замечаем его, мы не обращаем внимания на него, хотя он является главнее. И вообще я бы по-другому хотела сказать, что на Земле, вообще на свете, не существует ни вещества, ни энергии, а существует только информация. А уже с этой информацией происходит энергия и происходит материальный мир. И мы должны научиться открывать глаза, понимать знаки различные, отчитывать различную информацию. Сзади меня картина «Море, прозрачная волна», которую я нарисовала шпахлей и кисточкой, олейными фарбами на полотне очень доброго качества. Но картина получилась не совсем хорошая. Я её нарисовала раньше, а сейчас дорисовывала. И всё равно не могу оживить боли это море, додать души, сердце в него. Буду работать, не знаю, получится или нет, но пока что не совсем. И вот море, вода, кругом вода. Вода, как и воздух, является средой передачи той информации, которая существует, как говорится, в этом мире. И я бы даже сказала, как на мой взгляд, вода наилучшая среда, лучше, чем воздушная для передачи информации. Смотрите, биоэнерготерапевты, которые работают с водой, они заряжают эту воду легче, чем, например, бутылку с воздухом. То есть вода, на правда, имеет такое свойство, ту информацию быстренько схватывать, информацию того тонкого, невидимого мира. И держать у себя, а потом передавать уже в мир. И поэтому мы очень должны заботиться о том, чтобы, прежде всего, для нашего организма, который состоит, ну, больше, чем 70% из воды, нашему организму доставлять как можно больше хорошей воды. Мы должны увлажнять наш организм, ну, и прежде всего, пополнять эту среду, среда, которая собирает эту информацию с тонкого, невидимого мира. Тогда у нас будет более развитая интуиция. Мы будем более слушать лучше эту интуицию, как бы свою душу, своё сердце. Начнём более понимать различные знаки, знаки Вселенной. Начнём приспосабливаться к этим знакам. И начнём более комфортно жить в этом мире. А если комфортно, значит, счастливее, здоровее и богаче. И всё перед нами потихонечку откроется. Поэтому заботьтесь, чтобы у вас было как можно больше воды. Бывайте очень часто на берегу моря, океана. Я уже не говорю, что нужно свой организм насытить не только водой, а прежде всего и йодом, который обитает в воздухе возле воды. А йод – это очень важный элемент для нашего организма. А самое главное – научитесь полюбить свой организм, вместилище вашей души. Поймите, что ему нужно. Какие витамины, какие минералы, движение, активность. Ну и прежде всего – вода. Так что пейте как можно больше воды. Два литра, а можно даже и больше. Вода. Кругом вода. Всего хорошего. До свидания, друзья.